А прямо сейчас приступаем к нашей рубрике, которая называется «Цитата дня». Итак, сегодня наша цитата звучит следующим образом. «Они шли по улице, громили все дома, забирали всё. Они взяли у 10-месячного ребёнка сок. Я не знаю, как это назвать». Так прокомментировала ситуацию с расформированной ролью Торнадо глава Закарпатской ОГА Геннадий Маскаль. Ну, в связи с этим заявлением, с этой цитаты, у меня есть вопрос к нашему гостю, который по традиции находится в нашей параллельной студии. Сегодня это Андрей Бузаров, эксперт и международник. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как надолго могут затянуться расследования подобных преступлений? Я думаю, все подобные преступления и многие другие, которые связаны с антитеррористической операцией, зоной антитеррористической операции, довольно будут долго расследоваться, ввиду того, что сильная заполитизированность процесса происходит, к сожалению. Были мыслежиты за розыком ТИИПД, а про антитеррористичную операцию, в том числе и наслідки ось этого путчу, недалого военного перевороту, и другие процессы, которые уже на международной арене, в других странах, будем говорить за вами просто сейчас, щодо вчерашних встреч Ердогана и Путіна, впервые после того трагичного инцидента, я имею в виду, когда человек лишается в жизни, это всегда трагично, збитый летак, так, Су-24. И вот зустрелись президенты, поговорили, уже нормализация относится, все доброе, раньше были врагами, взаимные санкции, теперь же, дорогие друзья. – Экономика – это то, что объединяет Турцию и Российскую Федерацию, то, что важно для Российской Федерации и Турции – возобновление экономических отношений. Вчера в ходе пресс-конференции, в ходе совместных заявлений Ердогана и Путина, четко был сделан акцент именно на необходимости возобновления и продолжения работы многих турецких компаний в Российской Федерации, российских компаний в Турции, соответственно, и, естественно, возобновление прямых чартных перевозок, транспортных и других вопросов, связанных, прежде всего, с развитием двухсторонних экономических отношений. – С чем это повязано, пан Андрею? Були врагами, нібито стали друзьями. Это так в короткостроковой перспективе. Про что это свечит? – Из-за инцидента, который, мы сказали, связанного с сбитым самолетом, стороны пошли на принцип, но понимая о том, что есть экономические составляющие, стороны начали забывать об этих принципах. Несмотря на то, что очень жесткие в своих позициях Ардаган и Путин остаются, не следует думать и говорить про экономическую какую-то глобальную кооперацию, маловероятно. И про политическую, союзническую тоже не стоит говорить. Эти страны никогда не были союзниками. – Или будут? – Вряд ли, я бы сказал, в ближайшие годы, но, по крайней мере, при нынешних лидерах это маловероятно. Но тактические эти союзы возможны, в том числе, например, и по Сирии. Вчера Сирии не уделялась большого внимания, и стороны об этом много не говорили. Путин сказал, что по сирийскому конфликту больше разногласий, но есть одна цель – урегулировать его. То есть, скорее всего, это костяный намек на то, что все равно стороны довольно диаметрально, скажем так, противоположны. И это, до речи, очень показалось, поскольку, соответственно, есть вопросы Курдии, ну и отношения Туречкины к нынешней владею в Сирии. А вот это, про что свидетельствует, когда вынесли за рамки ось эту тему. И говорили, в частности, про бизнес. Это как раз и говорит о том, что экономика, прежде всего, а вопросы политики или геополитики, или еще, можно сказать, региональной политики, они второстепенны для этих двух стран. Поэтому акцент будет осуществляться на экономике. И здесь стоит следовать, следует вспомнить и так называемый турецкий поток. Василий сказал. Вчера в этом не было сказано однозначно, что да, мы там, допустим, сентября возобновляем его или с октября. Это говорит о том, что, скорее всего, еще переговоры будут проводиться, а нынешняя встреча – это только начало долгого пути, возможного в части переговоров о возобновлении этого проекта. Дивите, пан Андрею, справа в том, что Украина ныне – краина-транзитер, так? Мы заработаем гроши на том, что транспортуруемо через нашу территорию российский газ. Если этот газопровод, турецкий поток, будет реализован, сколько на этом Украина втратит? И, в основном, помним, когда раньше были, так, разговаривали про другие энергетические проекты. Украина сразу в суде какие-то и так далее. Хотя это не наша справа, с одной стороны. Что будет тут? Россия в случае реализации этого проекта, нужно, прежде всего, понимать, что проект – это не за два месяца будет реализована, длительный процесс строительства. То в случае реализации этого проекта Украина существенно потеряет от того, что объемы российского газа, естественно, могут значительно упасть, возможно, полностью прекратиться. Так как Россия будет использовать альтернативные источники поставки средств от поставки газа в Европу. И тут мы будем, естественно, впрочем, что вот этот фактор может повлиять экономически на Украину и, в том числе, вообще на ситуацию в Черноморском регионе. А вот этот союз, ну, как казалось бы, на первую очередь, так, союз Туречкины и Турции, как-то может влиять на Украину, або на, ну, я не знаю, на, там, какое-то бачение, решение, отношение между Украиной и Туречкой в контексте, например, Крима? По газу четко все понятно, что если будет решение, будет, скорее всего, и какое-то влияние по трубе. Если мы говорим по политике, то здесь стороны, как и были, аккуратны в своей позиции. То есть, есть баланс, виду многих причин между Турцией и Российской Федерацией по поводу украинского вопроса, не только Крима, а и Донбасса, и вообще территориальной целостности и так далее. То есть, стороны очень-очень аккуратны. Я думаю, эта аккуратность будет соблюдаться в дальнейшем. То есть, просто краины вышли, по суті, после этого пресс-конференции на тот уровень, на котором они были до сбития літака. Турция не возникает окупацію Россией и Криму, там дальше продолжаются чертежные рейсы, туристы уже снова идут, санкции не будет, и так далее. Так было анонсировано, так сказал об этом Путин, так сказал Эрдоган. И я бы не сказал, что они вышли, они пытаются выйти на тот уровень, который был до инцидента с самолетом. Это сейчас их задача первая. Я думаю, что реакция должна быть. Дипломатическая, поскольку там проживает большое количество украинских граждан. И только исходя из этого нужно предпринимать какие-то шаги. Полностью отказаться от влияния на Крым, от привлечения общественности международной к проблематике Крыма, либо закрыть глаза, я считаю, это неправильно и нецелесообразно. Поэтому руководство страны, руководство Украины должно думать о гражданах Украины, которые там находятся. А какими на ваш порядок должны быть все кроки? Ну, что это конкретно должно быть? Там санкции додатковые, або там тиск, ну не знаю, там экономические какие-то обмежения, там посиление кордона. Ну, что конкретно? Я думаю, что здесь прежде всего нужно говорить об международном давлении, больше влияния, больше привлекать внимание, я бы сказал, к ситуации там. Второе, нужно внутри страны, в конце концов, четко определиться со стратегией, что мы делаем в отношении Крыма. Если он аннексирован, оккупирован, надо, очевидно, уже строить позицию, программу реинтеграции, возможно, его в дальнейшем, в будущем. Либо думать не о территории, а гражданах, которые там остались, следовательно, облегчать возможную интеграцию гуманитарную, экономическую многим гражданам, крымчанам, в украинское пространство, если они этого хотят. То есть здесь нужно больше думать уже о гражданах, если мы о территории. В конце концов, должна быть позиция руководства страны по поводу Крыма и дальнейшая стратегия его, либо возврата, либо переговоров, ну хоть чего-то, на сегодняшний день пока этого нет. С момента последней встречи представителей НАТО в Варшаве, в котором был масштабный саммит, тоді питание Крыму не поднималось. Ну не было таких саммитов серьезных, або ж международных встреч и так далее. И лишь тогда вопрос о деокупации Крымского півострова и возможных потенциальных участников в новом формате, про что анонсировал Петро Порошенко, возможно, будет реализовано. Нині мы видим, что вопрос это стоит на месте, ну вернее, не актуализируется, а подеи в Крыму, ну еще до нарушения техники, перемещения и так далее, триваются. Что нужно сделать украинская влада, в частности, и на международной арене, чтобы обратить внимание к Крыму и уже начать процесс окупации? К сожалению, Украина самостоятельно мало что может сделать для того, чтобы повлиять на Российскую Федерацию на международной арене. Здесь нужна консолидированная позиция многих стран. Лично у меня за последние два года сложилось такое впечатление, что большинству стран в мире абсолютно все равно, что происходит в Крыму, вокруг Крыма и с действиями Российской Федерации в Крыму последние несколько лет. Поэтому, мне кажется, это плохой прецедент создается на будущее для международного права, для международных отношений, для международного сообщества. Вот такое пассивное, я бы сказал, пассивное бездействие в отношении ситуации вокруг Крыма. А на зале же первой части нашей с вами разговоры, что должна сделать Украина, чтобы привернуть ВАО, чтобы всего не было, про что вы говорите? Больше действует на международной арене, больше проводить переговоры впоследствии многосторонней дипломатии. Тут больше работа президента, так я понимаю? И международного сообщества, и международного дела. В том числе. Дякую вам, пане Андрю. Не прощай, мы с вами. Андрій Бузаров, эксперт-міжнародник. Нагадаемо в первой части. До новин интервью. Друзья, продолжим отразу после. Ныне Наталья Шулина готова принять информационную эстафету. После чего вернемся. Будьте с нами. Рано, добро, всем, кто разом с нами. Это телеканал 111 Украины. Мы продолжим свою работу в прямом эфире. Мы называем Юрий Бибик. Я для вас працюю в этой студии. Вся команда 112 залаштунками. У нас есть сегодня Андрій Бузаров, эксперт-міжнародник. Еще раз доброго ранку. Доброго ранку. Давайте с вами поговорим о ситуации в зоне АТО. И, возможно, вопросы о решении. Оскольки Сергей Лавров, глава МЗС РФ, напереду не сделал интересную заявку. Он сказал, что лидеры нормандской четверки могут встретиться на полях Китая в рамках G20. Скажите, пожалуйста, ося встреча, что может принести? Встреча – это не значит продуктивный разговор. Просто встречаться они уже два года практически постоянно это делают. Либо в рамках глав стран нормандской четверки, либо в качестве представителей МИДов соответствующих стран. Результатов конкретных, к сожалению, мы не видели. И пока что, я думаю, мы не увидим их, так как предмета разговора особого я не вижу ввиду неисполнение Минских соглашений. Я думаю, что страны, такие как Франция и Германия, как участники нормандской четверки, не могут повлиять на прекращение огня. А Украина и Российская Федерация традиционно обвиняют друг друга в нарушении Минских соглашений и договоренностей. Поэтому, я думаю, скорее всего, такая ситуация и продлится. Вадим Карасьов, известный политолог, сказал напередуне, что президенты не встречаются заради галочки. И вот, мовляв, таки речи, там будет, действительно, конструктивная разговора, ну, в рамках, я имею в виду, нормандской четверки и так далее. И, напомню, мы остальные встречи у Франции, так, когда мы встречались, певные договоренности были. Там, возможно, через деякий час они зневелировались, но, если гипотетично уявить, что может быть, то такие конкретные кроки, снова про Минские договоренности, кто первый, або, возможно, ну, я имею в виду, кто может первый выполнить пункты, або ж, возможно, законодательство, так, щодо выборов. Все-таки я не верю в возможные позитивные шаги по поводу Минских соглашений. Вот вы сейчас сказали про законодательство, я сразу подумал о том, что, как будут дальше Минские соглашения исполняться, имеют ли они статус международного договора, будут ли они интегрированы в законодательство Украины, либо они останутся просто соглашениями. Тут много вопросов юридических возникает. Поэтому вот на эти вопросы, если бы были какие-то ответы, сделали шаги взаимные, тогда бы я мог бы говорить про позитив, про конструктив. Но этого сейчас нету, и не думаю, что будет все слишком примитивно. И, скорее всего, все-таки Минские соглашения были таким форматом заморозки конфликта, а не его решения. Будем остаживать за сей историей, в том числе, и, если будут соответствующие решения приняты, и уже в рамках этой встречи потенциально пока что не было официальных заяв, будем обговорить, в том числе, и разом с вами. Дякую, пан Андрей, за езды нашей студии. Андрей Бузаров, эксперт-міжнародник, кисть студии эфира 112 Украины. Дякую нашему гостю.